Однако многие из источников каротиноидов, такие как сладкий картофель, морковь, зелень, содержат очень мало жира. Поэтому если их просто съесть без какого-либо источника жира в желудке, можно смыть много из этих питательных веществ в унитаз. Запомните, важно не то, что вы едите, а что всасывается. Вот количество бета-каротина, которое попадает в кровоток через 2, 3, 4, 5, 6 часов после употребления чуть больше чашки сальсы. Здесь есть небольшой скачок, и то же самое с красным пигментом ликопином. Хорошо, а вот теперь столько же сальсы с добавлением авокадо утраивает всасывание. То есть, если вы едите помидоры без какого-либо источника жира, как авокадо, орехи или семена, большая часть этого ярко-красного красивого ликопина попадет в унитаз, а не в ваш кровоток. То же касается салата из шпината, моркови и салатных листьев. С обезжиренным соусом бета-каротин вряд ли попадет в ваш организм, но добавьте авокадо, и в 15 раз больше бета-каротина циркулирует по вашему телу. Но нужно ли вам авокадо целиком? Как насчет половины авокадо? Эффект почти такой же, работает также хорошо. А как насчет четверти авокадо? Мы не знаем минимальное количество жира, необходимого для оптимального всасывания каротиноидов. Может это всего лишь несколько грамм на один прием пищи. В таком случае, 1-8 авокадо будет достаточно, или просто 1-2 грецких ореха. Интересно, что авокадо может не только увеличить всасывание каротиноидов, но и улучшить их последующее превращение в витамин А внутри тела. Людям дали морковь с и без гуакамоле. И то же, что мы видели раньше, намного больше бета-каротина в крови после употребления еды с добавлением гуакамоле, по сравнению с тем же количеством моркови без соуса. Вообще-то, в 6 раз больше. А если бета-каротин превращается в витамин А в организме, то и витамина А должно быть в 6 раз больше, так? Нет, витамина А оказалась больше в 12 раз. Субтитры создавал DimaTorzok